Солнечный день, 1 июня, начало лета и праздник детей. В этом году для младшей половины жителей Белгорода-Днестровского подготовили разные развлечения сразу в нескольких парках города. Постарались не только городские службы, занимающиеся детьми, но и меценаты. Все расходы покрыли именно они, рассказали организаторы. В Парке Победы театрализованную программу, а затем и соревнования проводили участники арт-студии «Джерельце». Помогали им танцоры коллектива «Силуэт». В спектакле «Репка» на новый лад все роли исполняют ребята и их родители. Представление оценили зрители не только нашего города. В Измаиле арт-студия получила приз за костюмы, выполненные руками самих артистов. Поэтому праздник руководитель коллектива образцовой студии «Джерельце» подошла неординарно. То есть весь праздник сделан как сказка. Здесь учтены моменты игровые, сказочные, полоса препятствий, где будут искать ключи, где будут выручать принцессу. То есть все действие, которое рассчитано на 2-2,5 часа, будет проходить в виде сказки. Вероника и Маша на празднике не только отдыхают, но и играют в спектакле. Роли фиксиков. Кто такие эти сказочные персонажи? Девочки рассказывают сами. Маленькие и взрослые зрители разместились прямо на траве. После сказки о репке тут же устроили состязание на выносливость, знание и смекалку. Костя один из участников боя подушками. Признался, что тренировался перед конкурсом дома, пока мама не видела. Три, четыре. Давай, давай. Ну, стоп. Подержим, поддержим. Подержим. Подержим. Стоп. Всегда побеждает моя старшая сестра. Я клетку с попугаем перекинула. Победает сестра моя. Дома тренировался, да? А мама что говорит? А мамы дома не было. Танцы, спектакль, эстафета и мастер-класс по плетению. Новое увлечение вот уже как полгода. Привлекает внимание не только детей. Из простых материалов получаются браслеты, сумки, даже платье можно сделать своими руками, говорит Виталий. А маленькая Лиза показывает, как сплести украшения на руку. Плетут вот такие вещи. Плетут платья. Плетут много чего. Игрушки 3D. А вы умеете? Ну, вообще, вот это плетили вдвоем. Двое суток плели на трех станочках. Большие вещи плетутся долго и сложно с помощью вот таких станков. А, то есть это станки нужно? Ну, если сплести обычный браслет, достаточно, допустим, вот такой рогатки. Парк Победы в этот день превратился в настоящее место семейного отдыха. Все скамейки заняты. По аллеям прогуливаются окерманцы. Дополнительные развлечения для малышей – катание на лошадях и мини-автомобилях. Детский батут, сладкая вата, мороженое. Горожане праздником остались довольны. Довольны, конечно. Интересно детям особенно. Ну, нравится. В принципе, нравится. Просто у нас еще внучок маленький, он не сильно это понимает, это представление. А нам, как говорится, взрослым интересно смотреть. Лето в Белгороде-Днестровском началось с праздника. И уже 7 июня в воскресенье всех приглашают на еще одно значимое событие – День города. Все семьи хочется пригласить 7 июня в Парк Мира, где мы будем проводить тоже такие мероприятия для семей. То есть, вот как сегодня семьями интересно отдыхать с детьми, точно так же и в Парке Мира можно будет в 11 часов прийти и отдохнуть всей семьей. И посмотреть различные интересные, и поучаствовать в различных интересных соревнованиях, получить какие-то призы от города. Ангелина Савинкова, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ.